Всем привет! С вами Евгений Карташов и сегодня я несколько отойду от своей привычной тематики. Я расскажу о интересной беспроводной системе для записи звука. Это система Sony ESM-AV4. Довольно привлекательная цена по сравнению с аналогами, делает ее очень интересным объектом для обзора. Для начала давайте посмотрим, что входит в комплект. Комплект продается вот в такой пластиковой упаковке, которую можно открыть без помощи посторонних предметов. В комплект входит микрофон, приемник, два наушника, кабель для записи звука, вот такая клипса для крепления наушника, наушную раковину, если он не фиксируется, вот такая ветрозащита для микрофона и мешочек для хранения. Также микрофон можно закрепить на рукав с помощью вот такого вот ремешка. Я его даже еще не открывал, но он крепится вот таким образом на рукав, и микрофон крепится к нему. У микрофона и у приемника есть вот такая удобная клипса, с помощью которого можно закрепить его, например, на одежду или на рукав. Питаются микрофон и приемник всего лишь от одной батарейки формата R03 или AAA. Давайте я вставлю батарейку обратно. Также мы можем подключить вот к этому разъему внешний микрофон, то есть петличку, и таким образом звук будет более качественный. Еще одним интересным моментом является возможность использования вот этого комплекта в качестве переговорного устройства, то есть рации. Вот к этому разъему можно подключить наушники. Сюда один наушник, сюда второй, включить оба устройства, и можно переговариваться. Еще один важный момент, о котором хотелось бы упомянуть, это то, что при подключении петличного микрофона здесь отсутствует возможность фиксации с помощью резьбового соединения, как на профессиональных системах. Ну, в принципе, сложно было ожидать этого от бюджетной вот такой беспроводной системы. Ну и, наконец, давайте проверим качество звука данной системы. Вот сейчас звук пишется на профессиональную радиосистему Sennheiser. Я специально не стал никаким образом обрабатывать звук, чтобы вы могли объективно сравнить качество звучания профессиональной системы, звука непосредственно с камеры, и вот такой вот системы. Сейчас я подключу ее к камере, и вы сможете сравнить звучание данных систем. Для подключения к камере нужно в разъем ресивера вставить кабель, то есть кабель вставляется в гнездо для наушников. Интересной особенностью является то, что при этом микрофон автоматически отключается, то есть посторонний звук с приемника у нас уже записываться не будет. Дело в том, что, как вы знаете, приемник и передатчик имеют микрофоны, чтобы их можно было использовать в режиме рации. Это кабель специальный, в нем содержится резистор, который выравнивает сопротивление входов, и, видимо, за счет того, что устройство распознает именно свой кабель, происходит отключение микрофона, но точно я не знаю почему. Итак, сейчас я подключу данное устройство, и мы проверим звук. Вот сейчас я подключил к камере беспроводную микрофонную систему Sony, и вы слышите звук непосредственно со встроенного микрофона. Микрофон очень легкий, поэтому вам не составит труда с помощью клипсы закрепить его на рубашке. Можно закрепить на кармане или, например, где-нибудь вот здесь. Ну и для сравнения послушайте звук, который пишется на встроенный микрофон камеры. Вы можете сравнить звук, так как я его не буду обрабатывать. Вот сейчас вы слышите звук с камеры, а сейчас вы слышите звук с беспроводной системы Sony. На этом обзор данного микрофона мы заканчиваем. С вами был Евгений Карташов. До новых встреч!